Вновь прорвало, но в этот раз сработали на опережение на водоводе по улице Шевченко. В полуметровой по диаметре трубе обнаружена новая течь. Аварийные работы идут, но воду не перекрыли. В технологиях и планах коммунальной компании разбирался Александр Криволапов. В понедельник на пересечении улицы Шевченко и переулка Ижевского из трубы на глубине 4 метра бил фонтан. Тогда аварию оперативно устранили. Сегодня в ходе комплексного обследования водовода недалеко от предыдущего порыва обнаружена новая течь в трубе. Все из-за брошенной теплотрассы, которая лежит прямо над водоводом. Транспорт давит на бетонную конструкцию, а в свою очередь на трубу и вновь в ЧП, говорят в водоканале. И опять экскаваторы принялись копать машины, откачивать воду. Специалисты латают отверстия, но жильцы это не почувствовали. Работы проводятся, отключения никакого пока не планируется. Без снижения давления устраним данную утечку. Ориентировочное время, я думаю, это до конца рабочего дня, ну или светового дня максимум. Утечка незначительная, позволяет откачающим средствам откачать канализацию, чтобы не иметь последствия вытекания наружу и ставить, соответственно, ремонтные фасилационные части. Чтобы избежать повторения ЧП, специалисты Оренбург-водоканала, не откладывая в дальний ящик, проводят проверку подземной трубы. В перспективе планируется полная реконструкция всего водовода протяженностью более километра. Это будет новая трасса прохождения, в любом случае будем выносить ее из теплотрассы, но это уже будем решать по проекту. До конца этой недели обследуем полностью, это комплексное обследование, проведем данного водовода. Если есть будут участки, конечно, их будем локально устранять, понимая того, что у нас в преддверии как бы зима. Люди в робах и техника задержатся на улице Шевченко еще надолго. Специалисты Оренбург-водоканала планируют до зимы выполнить максимальный объем работ, чтобы потом не оставлять людей без воды и не копать промерзший грунт. Александр Криволова, Сергей Завалишин, Варен ТВ.